Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, я задам ещё А. Помогите советом или добрым словом пишите вы. Ну, советы мы, будучи психологами, не даём. Специалисты, они, в принципе, тем и отличаются, да, чемпион. Не дают советов, как бы, помогают, да, человеку разобраться в себе, например. Поэтому, на мой взгляд, давать советы абсолютно бессмысленно и даже вредно. Вы пишите или добрым словом. Ну, не очень понятно, как доброе слово поможет вам решить ваши проблемы, да, которые у вас, например, могут быть. Поэтому здесь чувствуется, как мне кажется, некоторая жертвенность. Вот. То есть, у вас нет такого, что вы понимаете, например, что что-то вас не устраивает и вы хотите, допустим, это изменить. Вот. А вы просто не знаете, что вам делать, надеясь на то, что люди со стороны вам помогут. Ну, это не так. Даже если вам, люди со стороны и помогут, вот, даже если, даже если помощь будет, то всё равно вы будете зависеть. Что сейчас вы зависимы, как бы, от, например, от своего мужа. Это я уже немножко запекаю чуть вперёд. А, говорю, вот, что сейчас вы зависимы от своего мужа. Что, как бы, вы будете зависимы, там, от кого-то другого, как бы, то есть, ну, по большому счёту, это будет смена. Смена сила на мыло. Вот. Поэтому, как бы, мне кажется, что вам нужно немножко в другом направлении двигаться. Вот. Мне кажется, что вам нужно двигаться в направлении как раз-таки поиска себя. Вот. Если вы себя потеряли, то совершенно очевидно, что потеряли. Ну, так, по крайней мере, выглядит. По, по вашему тексту, да, по вашему вот сообщению. Судя по тому, что я вижу его, судя по тому, что вы им пишите. Дальше. Я замужем 12 лет, двое детей. Ну, обычно здесь я спрашиваю, что общего между вами и вашим мужем. Вот. Обычно я спрашиваю здесь, как вышло, что вы стали вместе. Вот. Ну, тут вы, в принципе, даёте объяснение. Вот. А тут вы, в принципе, раскрываете, как бы, историю ваших отношений с мужем. Вот. Но, тем не менее, вопросы всё равно к вам остаются, да? Вот. Поэтому 12 лет, конечно, это срок очень большой. То, что вы 12 лет с мужем, это очень большой срок. И то, что вы за столько времени, скорее всего, привыкли быть с ним в отношениях, это тоже, скорее всего, так. Вот. То есть, скорее всего, вы привыкли с ним, ну, вот, быть в отношениях и так просто с ним в любом случае не расстанешься. То есть, это нужно понимать. Понимаю. Тогда, правда, возникает вопрос, вопрос, а чего же вы в таком случае хотите, да? То есть, вот, ну, какой в таком случае помощи вы хотите от нас? Это, конечно, вот, на мой взгляд, вопрос довольно интересный здесь. Вот. Дальше. Идём. Вы, если замуж не по особой любви, помравился твоим добрым отношениям и человечеству. Почти вы. Ну, здесь совершенно очевидно, что произошло то, что у вас в жизни был ряд неудач, вот. И вы, как мне кажется, по факту, вот нашли человека, который эти неудачи вам смог, условно говоря, компенсировать, да? Который, как бы, показал вам, что, ну, неудачи это, вообще-то, ну, не так страшно. Что неудачи, вообще-то, это, ну, не так ужасно. Вот. Вот. Как бы. Вам это всё мужчина показал, и, в общем-то, было вам вот ощущение, что вы всё-таки значимы, что вы всё-таки чего-то стоите, что вы всё-таки можете быть для кого-то. Любимых, вот. Любимых, вот. Что, собственно, вас и вероятнее всего покорил. Вот. То есть, хорошее, вот, отношение к вам, это то, чего вы не... то, чего вам не хватало. Так, кстати, и, ну, так бывает и говорят, что влюбилась или влюбился в хорошее отношение. Вот. Дальше идём. До этого парни меня часто бросали и отношений особо не было. И вот, судя по всему, вот этот вот момент, где парни вас бросали, он, к сожалению, как мне кажется, продолжается. Этот, этот, ну, вот этот, эта модель, эта линия поведения, я бы сказал. То есть, ничего не изменилось, а вот, вы довольно сильно, достаточно, как мне кажется, сильно себя обесцениваете. Вот, обесценивать вы себя весьма и весьма ощутимо. Вот. То есть, вот, если вас бросали, значит, ну, вот, вы, скорее всего, транслируете такую идею мужчинам, вот, сами, сами с тобой не замечая и сами с тобой не желая, что, ну, вот, с вами что-то нет. То есть, это такая вот, по большому счёту, просящая позиция, то есть, позиция, когда вы находитесь достаточно сильно, ну, достаточно сильно выязвимой. Я бы, я бы мог вот здесь вас спросить, да, а вот, какое значение для вас, эээ, ну, имели отношения, имели и имеют отношения. Вот. Наверное, какое-то отношение, какое-то отношение, наверное, все-таки это имел. Скорее всего, эээ, продолжательность. Скорее всего. Ну, как я, по крайней мере, думал. Так. Дальше. Поначалу жили хорошо, потом забременела старым ребёнком, долго лежала на сохранении, с мужем в ней занимались сексом полтора года. А сегодня все-таки жили хорошо, там, то есть, как бы, человечность и добрые отношения, о котором, о котором, о котором вы говорили, или о котором вы говорите, мне кажется, не могу просто взять и исчезнуть. Вот. То есть, если ваш муж, эээ, был, эээ, вот, эээ, тем, что к вам, ну, как вы говорите, да, относился хорошо, по-человечно, по-доброму, эээ, то, на мой взгляд, как мне кажется, как мне кажется, как мне кажется. ээээ, это никуда деться не могло, но, вот, судя по тому, что вы пишете, что-то изменилось. Его доброта, вот, а, судя по всему, куда-то испарилась, за судя по всему, куда-то дело. Я, конечно, в этом, в этом не уверен, вот, но выглядит все это примерно таким образом. Вот. Значит, к вам будет вопрос. Что произошло? Изменились, эээ... Изменились ли, как-то отношения к вам, вашего мужа, вот, стали ли вы чувствовать, что он меня, что-то изменилось. Так, эээ, значит, мы же мне занимались сектором полтора года. Вот, тут же, эээ, вопрос. Я понимаю, что, эээ, ну, моя позиция, она несколько может оказаться, эээ, такой абсурдной, да? Вот, но спросить все же хочется, а вот, эээ, о каком именно сексе вы здесь говорите? То есть, если, например, вы говорите о классе-классическом сексе, то да, я полагаю, что да. Возможно, как бы, ну, заниматься им с учетом, там, допустим, вот, ну, с учетом того, что вы вы лежали на сохранении, вы, да, возможно, это далеко не лучший расклад, это правда. Ну, не классический-то секс. Почему нет? Этот, этот вопрос, эээ, который мне, эээ, всегда хотелось задать. Да, это то, ну, вот, за то, что, вот, всегда мне было интересно. Вот, я о ничем вас не обвиняю, ни в коем случае, но про это хотел спросить. После этого с сексом начались проблемы, начал пропадать на работу, я, я ведь не дома одна. Ну, эээ, тут, к сожалению, ничего нет такого аномального, дело в том, что подобное происходит довольно часто, вот. И это касается, эээ, тех случаев, когда люди теряют взаимопонимание, теряют близость, эээ, в том смысле, что, эээ, ну, вот, ссорятся, например, да, или, вот, как у вас в случае, эээ, отсутствует секс, вот, нет. Это происходит тогда, когда у людей начинает накапливаться недопонимание, вот. И, судя по тому, что, говорите вы, вот это вот недопонимание между вами, оно накапливалось, накапливалось, и в итоге вылилось, вот, в такую, эээ, проблем, в такую трубу, в такие вот истории, что ваш муж стал пропадать. На, 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 работе. А вы здесь медиума, дома одна. То есть муж, он, эээ, судьбой суммы от чего-то, запекал, вот. От чего-то пытался убежать. А вы, как бы, ну, воспринимали это как, и, наверное, продолжаете воспринимать это как, что-то такое довольно-таки обидное по отношению к вам, вот. Хотя, может быть, муж и не хотел ничего плохого по отношению к вам, вот. То есть, тут вот, эээ, знаете как, два уставших, эээ, два уставших, я бы сказал, человек. Вот. Это как бы, вот. Вообще, два уставших, то ли, вот, и, соответственно, не знают, эээ, что вообще дальше делать. Что делать с собой, что делать друг другом, вот, и так далее. Печально? Ну, такое бывает. Такое бывает. Эээ, можно ли это скорректировать, да? Можно. Можно ли это как-то вот, ну, подкорректировать, да? Можно. Можно ли это подкорректировать? Можно. Можно ли это делать с помощью. Ну, опять же, эээ, если вы хотите, да? То есть, как бы, если вы хотите работать в этом направлении, например, то, вот. Пока, просто не очень, не очень понятно, чего вы хотите. Хотите. Вот. Хотите ли вы заниматься психотерапией, например, вообще. Не совсем понятно. Дальше. Постоянно грустила, сильно увлекла с компьютерной игрой и стали постепенно жить как соседи. Из-за чего грустили? Вот. Компьютерная игра, в данном случае, здесь избегание, то есть, вы, ну, сбежали в компьютерную игру. Вот. А вот постепенно жить как соседи стали? Ну, это да. Это правда. Но есть одно но, как мне кажется. Это оно выключается в том, что есть ведь и ваш вклад, что вы стали жить как соседи. Не только вашего мужа, но и ваш. Вот. Какой это вклад. Очень бы хотелось выяснить. Да? Что это за вклад. 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 Какой вы вывезли вклад в то, что вот мучил, о, мучил вас. И вы стали жить как сосед. Дальше. Что это за вклад. Ну, опять же. Какой ваш вклад в это. Понимаете? Мне интересно в первую очередь ваш вклад, а не условно говоря, что вы делали. Да? Вот. Мне интересно как вы к этому пришли. Вот. Поэтому давайте постараемся на это ответить. что конкретно вы сделали для того, чтобы жить с мужем. Вот. Так как вы живете сейчас. Да? Вот. Понимаете, что я имею в виду. Что здесь нужно увидеть по возможности связь. Постараться увидеть связь. По возможности. Это, как мне кажется, довольно важный. Довольно важный аспект. Дальше. В выходные постоянно спит. Мне с ним скучно. Никакого мучков внимания не проявляю. Здесь вопрос к вашей реализации. То есть, складывается такое впечатление, что вы на протяжении своей жизни ищете только мужское внимание. Складывается такое впечатление, что вы ищете только мужское внимание. При этом не особо озабочены вы своей реализацией. Не особо вы озабочены тем, чтобы вам было. О чем разговаривать с мужчинами. Вот. Потому что общение ведь устраивается на интересах. А если у вас интересов как-то маловато, например, или, например, их нет вообще, то, естественно, вы будете испытывать сложности с тем, чтобы общаться с мужчинами. Вы будете испытывать сложности с тем, чтобы выстраивать с ними, ну вот, там, условно говоря, выстраивать с ними контакт. Вот. Вы будете с этим чувствовать проблемы. Это нормальное совершение. Вот это естественно совершенное. Дальше. Значит, следующее. Так. Искала мужское внимание в интернете в реальном вот такое ощущение, что вы только считываете на мужское внимание, что заточены. Вот. Поначалу испытываете интерес, потом я не знаю, как себя вести. Надо бы разобраться это поподробнее, что вы имеете в виду. Я не знаю, о чем говорить. Начинается персинция. Лесняет отношения. Попадает постоянно на дураков. Сильно оскорбляет. Сильно оскорбляет, как женщина вытирает, вытирает ноги. Это вы, скорее всего, переносите на мужчин. То есть мужчина отражает вам все, как вы воспринимаете себя. В полочек каждый вечер депрессия длится годами. Ну, если у вас депрессия длится годами, вам не мешало бы обратиться к врачу для подтверждения или опровержения диагноза. Тут нужно лечение. Очень всегда жалко. Это хорошо. Только жалко нужно поисследовать, чтобы вы увидели, что они находятся. Тоже не могу терпеть видеть потайное пациентное бревно с обратным залпом. Это, опять же, вы переключаете свое внимание с себя на мужу. Так. Уйти не могу из-за детей. И материальная зависимость. Ну, это решаемо. Это решаемо. Материальная зависимость убирается. А детям будет лучше, если их родители будут счастливы. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Что? Вы как-то вот вопрос формулируете, несколько конкретно, чего вы хотите. В последнее время чистый выпадок силы и энергии, особенно когда находитесь рядом с мир. Смузин очень от этого расстраивает. От чего? От того, что смузин находитесь или как бы что силы теряет. Вот. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Если прямо сейчас вам дадут много денег, вот, и мы, собственно, должны быть одной же независимой. Вот. Что вы будете делать? Вот. Старайтесь ответить на этот вопрос. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.